Всем огромный привет! Сегодняшнее видео, как мне кажется, будет ответом на самый часто задаваемый вне вопрос о моем питании. Мне кажется, что вопросы по поводу моего питания и спорта задают мне, исходя из моих фотографий в инстаграм, потому что там достаточно много фотографий, где видно мою фигуру, где я такая худенькая вся, очень худенькая, потому что я очень сильно похудела по сравнению с тем, как я была до родов, даже до беременности, то есть я действительно стала вообще тройняшечка, слим и слим. Я привыкла адекватно оценивать себя, поэтому я, конечно, понимаю, что выгляжу я неплохо для мамы 7-месячного ребенка, но все равно я считаю, что я не могу вам давать наставление о том, как правильно питаться, поскольку сама этого не делаю, и пока еще я не пришла к тому внешнему виду, к которому я бы хотела прийти в своей жизни, посредством питания. Но, тем не менее, раз вопрос задан, раз интерес есть, значит, вы хотите что-то узнать, а я не против вам рассказать. Поэтому сегодня совсем немножко поделюсь с вами своим рационом, тем, как я питаюсь и почему я питаюсь так, как я питаюсь. Думаю, что в скором времени я сниму видео о своей фитнес-рутине, о своих тренировках, о том, что я делаю для своего тела, для того, чтобы оно оставалось стройным. Я начну историю с того, что когда я начала смотреть YouTube, я наткнулась на канал Сони Эсман. Тогда у нее не было, наверное, даже 100 тысяч подписчиков, мне кажется, было где-то 1050. Тогда она сидела перед камерой и рассказывала, как и все, про пустые баночки, про уход за волосами, про какие-то не выдающиеся вещи, и видео ее были не так хорошо смонтированы, как сейчас. И тогда я смотрела ее, она мне очень нравилась, как и на сегодняшний день. В какой-то момент Соня решила стать вегетарианкой. Я не последовала ее примеру, но я подумала, что окей, хорошо. И она показала своим зрителям книгу China Study, китайское исследование, если по-русски. Эта книга, она очень нашумевшая на YouTube, в Instagram, она очень популярная, я думаю, что очень многие ее читали. Книга о питании, книга, описывающая исследования, проведенные в Китае, соответственно, американскими учеными, насколько я помню. Я эту книгу немедленно скачала себе в электронном виде, к сожалению, тогда я смогла скачать только на английском языке. Я ее прочла на английском языке, но поскольку я не владею медицинскими терминами, и я не так хорошо знаю медицинский английский для того, чтобы до конца понимать и вникать в эту книгу, я поняла поверхностно, о чем в ней говорилось, подумала, о, окей, хорошая книга. Потом, когда эта книга появилась у нас в России, когда я смогла ее приобрести, когда она появилась у меня в руках, я снова ее прочла, и тогда я уже окончательно поняла, что в ней описывается. И после прочтения этой книги я перестала кушать мясо практически. Я стала питаться очень правильно, я выносила всей своей семье мозг, я приезжала к бабуле, к старенькой бабуле в деревню и говорила ей, что, о, бабуля, не ешь это, не ешь, не ешь это, не надо, ты что, у тебя там в организме, ты не понимаешь, что у тебя произойдет, если ты будешь это есть. О, там не ешьте это, не пейте то, не дышите этим. В общем, у меня был псих. Почему так? В этой книге, на самом деле, приведено очень много аргументов, очень много полезной информации, очень много исследований, опытов и статистик, которые действительно воздействуют на ваш мозг, которые действительно дают вам понять, в чем вред мяса, в чем польза овощей, в чем вред газировке. В общем, прочитав эту книгу, вы действительно переосмыслите то, как вы питаетесь. Момент, когда я не ела мяса, прошел достаточно быстро, но тем не менее на сегодняшний день я не ем свинину. Я не ем свинину не из религиозных убеждений совсем. Я не ем свинину по той причине, что, во-первых, свинья кушает не очень хорошую еду. Во-вторых, честно говоря, пользы в самом мясе свиньи почти нет. Хочу вам доказывать, что свинья это плохо и юзить не надо. Каждый ест то, что он хочет есть. Периодически я эту книгу перечитываю и снова вдохновляю себя на то, чтобы правильно питаться. В этой книге очень много говорится про рак. Если, допустим, в организме человека есть опухоль, которая развивается, животные белки поспособствуют ее активному росту. Вот как-то так было сказано, и это мне запало в голову, в душу, и до сегодняшнего дня я это знаю, это есть в моей голове, и это круто воздействует на меня. Помимо того, что животные и белки для нас вредные, также они в чем-то для нас полезные. Поэтому здесь уже выбирайте, что для вас важнее – польза, вред, ваше право. И вот, книжек больше про еду, про питание я не читала. Я читала много книг, таких как вот Кэмерон Диэс, книга «The Body», «Тело», то есть «Тело», просто «Тело», наверное, называется, я не знаю. Я никогда в жизни не занималась расчетом калорий, которые я потребляю в день. Мне кажется, это бред, потому что на это занимает очень много времени, и это того не стоит, как мне кажется, потому что достаточно какие-то базовые соблюдать постулаты для того, чтобы быть здоровым человеком. Не нужно высчитывать граммульки, которые вы съедаете, взвешивать все на кухонных весах, и потом это медленно засовывать тебе в рот. Нет. Есть несколько вещей, которым я не изменяю. Во-первых, я стараюсь по минимуму кушать жареную картошку, жареные пирожки, бифштексы. Вообще все жареное. Вот жареное я стараюсь не есть. Также я всегда пью воду. Воду не кипяченую, воду бутилированную. У меня есть видео, ссылку обязательно оставлю. Видео о том, почему нужно пить воду. Я его снимала достаточно давно. Но видео очень полезное, видео очень информативное. Высказанное в том видео мнение, оно неизменно до сегодняшнего дня. Я не ем консервированные продукты. Я имею в виду, например, рыбные консервы, мясо из банок. Например, даже соленые огурцы покупные, помидоры соленые. Вот это все я тоже не ем. Я не ем практически соленую рыбу, чипсы, сухарики. Для меня это не табу. Я могу это съесть раз в полгода, раз в год. Я могу это съесть, и я знаю, что ничего со мной такого критичного не произойдет. Ну да, не очень хорошо, но ничего страшного не произойдет. Зато какое удовлетворение получит моя психика от того, что я это съела. Ну, если хочется. Не нужно себе отказывать в чем-то, если вам очень сильно хочется изнурять себя диетами. Мне кажется, это просто загоны какие-то в организме человека. И что я в основном ем? Ну, появление дочки. У меня была масса времени, просто куча времени свободного, и я готовила хорошую, нормальную еду. А во время беременности что я кушала? Я каждое утро кушала творог, кушала какой-нибудь бутерброд, например, сливочное масло и зерновой хлеб. В течение дня, например, я кушала овощи на пару. Брокколи, цветная капуста, бруссельская капуста, морковка, кабачок, баклажан, картошка. Вот-вот овощи кушала на пару или запеченные в духовке. Также кушала рыбу, индейку, курицу, говядину. Говядину я готовила на сковороде-гриль, сковорода, на которой готовят без масла. Индейку я чаще всего готовила на пару или также жарила на гриле. Курицу и рыбу я чаще всего запекала в духовке. В фольге я это все туда закидывала и запекала. Сразу скажу, что я не солила почти и до сих пор я не люблю соленую еду. Я уже говорила, что я соленое почти не ем, поэтому и мясо тоже. Я спокойно могу есть не соленое, меньше влезет, называется, потому что соль, она возбуждает аппетит. А если кушать не соленое, вы съедите в разы меньше, чем съедите соленое. Вот так. Так, периодически я могла приготовить пасту или лазанью, суп какой-нибудь, но это редко. Чаще всего вот именно овощи, мясо, что-то вот такое. После родов немного изменился мой рацион. Во-первых, я кормлю грудью. У меня просто зверский аппетит всегда. Я могу съесть гору еды, у меня очень быстро все переварится, очень быстро все проскочит, и я буду снова хотеть есть. Поэтому я ем все вообще, все, что мне попадается под руку в рот. Я все кушаю. Слава богу, мой ребенок никак не реагирует. Тем не менее, я также не кушаю жареное, я также стараюсь кушать полезную еду. Если я готовлю сама, то я 100% буду готовить что-то или в духовке, или на пару. Но есть за мной грешок. Я никогда не отказываю себе в сладком. Та-дам! Вы, наверное, не ожидали, что это так, но это так. Я никогда не отказываю себе в сладком. Я ем сладкого столько, сколько моя душа просит. Шоколад, пирожные. Мороженое нет, я редко. Тортики, кексики. Все, я ем это в большом количестве. И, наверное, когда я перестану кормить грудью, меня разнесет от этого. Здесь, наверное, генетика, метаболизм, какая-то предрасположенность к худобе. Я не знаю. Но это просто спасибо вселенной за то, что я ем это. И все ок. Я рассказала вам о своем питании, немного о своем рационе. И я надеюсь, что я ответила на какие-то ваши вопросы, развеяла какие-то сомнения по поводу того, что я себя изнуряю диетами и измеряю количество калорий, съеденных за день. На самом деле все совершенно не так. Совершенно все просто и легко. Хочу всем напомнить, что 12 марта будут объявлены победители конкурса «Миссис Мама Ютуб 2015». Я надеюсь, что все это знают, все это помнят и все поддерживают меня. Спасибо огромное еще раз вам за просмотр. Пишите свои вопросы, комментарии, пожелания. Все, что хотите. Всему буду рада, очень буду ждать. Спасибо большое. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!